Самая яркая фигура, которая была на протяжении последних 30 лет. Выросло поколение, которое его не знает. Он был очень яркий, свободный, энергичный, молодой, совершенно раскованный. Надежда российской политики, символ эпохи невиданных перемен и больших, но не оправдавших себя ожиданий. Он погиб от пули наемного убийцы в Москве, с которой были связаны последние два десятилетия его жизни. И на их протяжении судьба сперва вознесла его на вершину славы и власти, а потом превратила в гонимого оппозиционера беззаветно, даже безрассудно смелого оппонента Кремля. Родился в Сочи. Отец-строитель, мама – педиатр, заслуженный врач России. Нижний Новгород. Школу окончил золотой медалью. В 1976 году поступил на радиофизический факультет Горьковского университета, который окончил с отличием. Полностью окунулся в науку, работая в разных научно-исследовательских институтах. Занимался проблемами физики, плазмы, акустики и гидродинамики. Кандидат физико-математических наук. Автор более 60 научных работ по квантовой физике, термодинамике, акустике. Среди изобретений Немцова некоторые параметры антенны для космического корабля и акустический лазер. В 1988 году он присоединяется к экологическому движению, выступая против строительства Горьковской атомной станции. Строительство было остановлено. С этого момента политика становится главной составляющей его жизни. 1991 год можно назвать определенным прорывом в карьере Бориса. Он становится доверенным лицом кандидата на пост президента России Бориса Ельцина и участвует в обороне Белого дома. Губернатор, прогрессивный реформатор, первый вице-премьер в правительстве Виктора Черномырдина. Затем возглавил движение «Россия молодая», стал сторонником оранжевой революции в Украине и поддержал Майдан. В 2007 году Борис Немцов баллотировался на пост главы Российской Федерации. Затем возглавил оппозиционное движение «Солидарность» за Россию без произвола и коррупции. Последние годы жизни постоянное задержание сотрудниками полиции, уголовное разбирательство. В 2014 году сторонник Киевского Евромайдана резко критиковал политику России по отношению к Украине, а 1 марта 2015 года в России он собирался принять участие в протестном марше оппозиции «Весна». Был женат. С женой Раисой Ахметовной последние годы брака жили порость, но разведен не был. От этого брака у Немцова дочь Жанна, которая после трагедии переехала в Германию, основала фонд имени отца, добилась, чтобы в его честь назвали площадь в Праге. Мать считает, что дочь по характеру и мышлению выросла копией отца. Сейчас Раиса Ахметовна избегает публичности, не посещает светские мероприятия и редко дает интервью. Она живет в Москве и много путешествует. У Немцова двое детей от журналистки Екатерины Одинцовой. Сын Антон и дочь Дина. Сын окончил МФТИ и поступил в магистратуру, предприниматель, намерен пойти по стопам отца. В 2018 году Антон женился, а в 2019 у него родился сын, которого назвали Борисом. Дина тоже замужем, хотя только весной 2020 года окончила школу. Одинцова живет в Москве, работает телеведущей. У Немцова есть дочь София. От его секретаря Ирины Королевой, которая ранее работала в администрации президента. Сейчас Ирина занимается домом и дочерью Соней. Поддерживала его в политической деятельности. Он называл ее «Моя королева». В 2017 году Московский суд после подданной апелляции признал ребенка Екатерины Ифтоди сыном Бориса Немцова. СМИ сообщали также о романе Немцова с Замирой Дугужевой. Его последней девушкой считалась Анастасия Огнева. Но в ночь убийства Немцов был с украинской моделью Анной Дурицкой. У политика объявилась еще одна внебрачная дочь Злата, которую родила Кристина Василенко. А дизайнер одежды из Нижнего Новгорода Анна Лесникова заявила, что родила от политика своего сына Данилу еще в 1998 году. Немцов поддерживал всех своих детей. Как утверждают журналисты, на 50-летнем юбилее Немцова присутствовали все его бывшие фактические жены и все его дети. Каждый должен сам для себя решить, готов он к рискам или нет. Могу сказать лишь про себя. Я счастлив, что могу говорить правду, быть самим собой и не пресмыкаться перед жалкими воробскими властями. Свобода стоит дорого. 27 февраля 15-го года Немцов был убит. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok